Итак, вы знаете о том, что я говорил ранее в своей лекции, которая называется «Причина вегетососудистой дистонии и прочих болезней. Мое личное отношение к кофеину. О том, как я пришел к мысли о том, что это является ядом. О том, как я перестал употреблять кофеин в своей жизни. И о том, как я себя прекрасно чувствую после всего этого. Не только я, но и мои знакомые, которые тоже послушали этот совет и следуют ему». В той лекции я упоминал также и про книгу, которая является подтверждением моих слов. Книгу я прочитал уже позже. И, собственно, подчеркнул в ней то, что отражало реальное положение дел. Но для тех людей, которые привыкли слушать мнения ученых, любят вот эти ссылочки, знаете ли, на авторитетные источники, у которых нет своего ума, своей какой-то логики, которые привыкли следовать таким вот директивам либо из зомбоящика, либо из каких-то других источников, я предлагаю окунуться в мнение людей, которые рассматривали кофеин в различные годы. Причем это не просто какие-то люди, а это те самые пресловутые ученые, на которые все ссылаются, которых все любят. Для меня, собственно, эта книга не является каким-либо серьезным авторитетом, потому что самым важным и значащим для меня авторитетом является мой личный жизненный опыт, мои глаза, мои уши, моя логика, тот мир, который я вижу своими и воспринимаю своими органами чувств, скажу так. И если я это вижу, то для меня, в принципе, этого достаточно, то есть того знания. Но многие люди хотят слышать какие-то такие более серьезные, по их мнению, источники, хотя я считаю, опять-таки повторюсь, что эти источники не являются серьезными, поскольку статистика, разные мнения ученых, это мнение покупается, подтасовывается, то есть проверить это ничем нельзя. Поэтому в своих старых лекциях я всегда говорил слушателям о том, чтобы они не обращали на это внимание. Ну, раз уж эта тема важна, и в дань уважения к тем людям, которые написали эту книгу, которая является, в принципе, такой достаточно единичным таким экземпляром, говорящим в пользу того, что кофеин является ядом, наносящим непоправимый урон организму человека, и дело тут не в количествах, в принципе, а в самом употреблении, да, регулярности употребления. И в дань уважения к этим людям, которые проделали вот такую работу, и смогли как-то это систематизировать, давайте с вами я зачитаю эту книгу. Периодически на каждый тезис я буду приводить ссылки на различные издания различных американских или там европейских журналов по различным отраслям медицины в различных годах. Как правило, это 80-е и 90-е годы, которые будут свидетельствовать в пользу моей вот этой позиции, моего мнения о том, что это вредный напиток. То есть кофеиносодержащие напитки являются, несомненно, вредным, наркотическим, ядовитым средствам, которые медленно, незаметно и поэтому наиболее опасно уничтожают организм человека. Итак, приступим. Стоит ли бодрость той цены, которую за нее приходится платить? Более 80% американцев пьют кофе, продукт, занимающий второе место по объему импорта, вступая по этому показателю только нефти. Кофе активно навязывают покупателю с помощью рекламы в качестве средства для бодрого начала дня. Но вряд ли многим из тех, кто регулярно употребляет этот напиток, известно, что люди, употребляющие кофе, по сравнению с теми, кто воздерживается от него, имеют больше процента жирения, а также больше курят и употребляют алкоголь. Значит, это у нас цитата на американский журнал «Кардиологии», 52 том, 1238-1242 страница, 1983 год. Кофеин увеличивает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от относительного содержания холестерина в крови. Ссылка на британский медицинский журнал. 300 том, 566 страница, 569, 1990 год. Несмотря на растущее количество фактов и научных исследований, свидетельствующих о вреде кофеина, миллионы людей по-прежнему продолжают употреблять кофе и другие кофеин, содержащие напитки. Если бы им только было известно, что употребление кофеина должно рассматриваться как существенный фактор риска инфаркта миокарда. Значит, это у нас идет ссылка на американский журнал «Эпидемиологии», 138 том, 8 выпуск, 602 страница, 1993 год. Подопытных крыс в течение определенного времени держали на диете, составленной из рафинированных продуктов. Примерно такую диету предпочитают большинство американских школьников. Затем животным предлагали на выбор 10% алкоголь или воду. Многие из испытуемых крыс отдали предпочтение алкоголю. Когда же к пище был добавлен кофе, потребление алкоголя значительно возросло. Ссылка на американский журнал «Диетической ассоциации», 61 выпуск, 159, 162 страница, 1972 год. У любителей кофе обнаруживается тяга к другим видам наркотиков. Они не только больше курят, но чаще пользуются различными лекарственными препаратами седативного действия. Значит, ссылка на всестороннюю психиатрию. Журнал «Всесторонняя психиатрия», 22 выпуск, 565, 571 страница, 1981 год. Ежедневное употребление кофеина в дозе 500-600 мг, это 5-6 чашек, представляет существенный риск для здоровья человека. Это у нас ссылка на британский журнал «Зависимостей», 78 выпуск, 78 том, 251-258 страницы, 1988 год. Почему? Когда речь заходит об отказе от кофеин, содержащих напитков, у многих людей не хватает сил осуществить этот шаг. Да потому что кофеин может вызывать сильную форму зависимости. В действительности стало известно, что у людей, употребляющих всего лишь 10 мг кофеина, это одна чашка в день, при вынужденном отказе от него наблюдался абстинентный синдром. Значит, это у нас ссылка на медицинский журнал «Новой Англии», 327 том, 16 выпуск, 1160 страница, 92 год. Имеющиеся сведения о кофеине и близких к нему соединениях дают специалистам основание утверждать, что в настоящее время результаты научных исследований о действии на организм человека кофеина, а также чая, кофеин, содержащих напитков и шоколада, находятся на таком же уровне, как и результаты исследований, показавших вред табака в 40-е годы. Можно предположить, что через несколько лет кофе и другие напитки, в состав которых входит кофеин, будут повсеместно признаны вредными для здоровья людей. Об этом говорил доктор Джон Шарфенберг. Следующая глава называется «Бедствие в чашке». Смертельной дозой кофеина является 10 граммов этого вещества или 70 чашек кофе. Многие люди употребляют 1 десятую этой дозы каждый день. Ссылка идет на журнал «Семейной практики», 4 том, 6 выпуск, 1183 страница, 1977 год. Меделинский картель. Что такое у нас картель? Картель – это одна из форм объединения фирм, компаний, банков, которые договариваются о размерах производства, о рынках сбыта, условиях продажи, ценах, сроках платежа, совместном финансировании и так далее, сохраняя при этом производственную и коммерческую самостоятельность. Так вот, Меделинский картель многие годы нелегально экспортировал в Соединенные Штаты Америки наркотики. Его подпольная деятельность нанесла колоссальный вред здоровью американцев, причиняя ежегодные убытки в миллионы долларов, внушая страха, порой ненависть. Но существует еще один колумбийский наркотический картель, представляющий большую опасность. Черный порошок и засушенные листья, легально экспортируемые из Колумбии, не только не вызывают ни у кого страха, но пользуются большой популярностью и спросом. Этот доступный и распространенный наркотик обладает более изощренным и коварным действием. Его употребление обходится стране в миллионы долларов, в виде оплаты за медицинские и психотерапевтические услуги гражданам, вынужденным в последующем из-за нетрудоспособности потерять работу. Еще более высока индивидуальная цена, которую приходится платить каждому попавшему в зависимость от этого наркотика, так как организму человека наносится непоправимый ущерб. Употребление этого распространенного наркотика является сопутствующим фактором в развитии различных хронических заболеваний, включая рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Как вы уже догадались, речь идет о кофеине, содержащемся в кофе и других напитках, чае, коле, а также шоколаде. Кофеин стал своеобразным в кавычках наркотиком сознательного выбора для 9 из 10 американцев. Две чашки кофе могут вызвать повышение кровяного давления до уровня регистрируемого после выкуривания одной сигареты. Однако после употребления кофе оно сохраняется в течение двух часов, тогда как после курения 15 минут. Но не только взрослое население Америки является потребителем этого наркотика. От себя добавлю, что население вообще всего мира является потребителем этого наркотика. Далее. По данным доктора Бернстейна, занимающегося исследованием действия кофеина, 77% детей в возрасте старше 6 месяцев в той или иной форме регулярно употребляют кофеин. То есть мы вспоминаем, откуда мы любим этот кофеин. Да потому что нам с детства его давали. В результате в Соединенных Штатах с каждым годом увеличивается число людей, страдающих невротическим синдромом. Ежегодно американцы употребляют более 600 тонн снотворных препаратов, безнадежно пытаясь тем самым сбавить стремительный темп жизни и успокоить расшатанные нервы. Значит, следующая глава. Называется у нас кофеиновая паутина. И вот к этой главе я на экран выведу вот такую картинку. Как раз паутина. И не надо думать, что в этой картинке, дескать, полезными являются вещества ЛСД, мескалин или гашиш. Тут они перечислены наряду с кофеином. То есть вы видите, какую паутину делает паук при употреблении кофеина. Просто при употреблении тех веществ, которые ЛСД я перечислил, мескалин и гашиша, паук, несмотря ни на что, сохраняет более-менее способность как-то последовательно плести свою паутину. То есть она нарушается, но все-таки центр сохраняется. То есть какие-то признаки паутины есть. Но с кофеином, с пауком происходит что-то невообразимое. То есть он просто отказывается плести паутину и делает это совершенно спонтанно. То есть это не вопрос в пользе, как такой, знаете, тупоголовый человек сейчас сразу же скажет, что типа там гашиш полезнее, да, и кофеина. Нет, вопрос в том, что как действовать на сознание наркотики. То есть на уровне паука вот высшая нервная система отказывается работать должным образом. Она отказывается и в тех случаях, но в тех все-таки сохраняется какая-то элементарная способность делать то, что он призван делать, этот паук. То есть его первичное такое вот свойство, как насекомого. Далее. Значит, с каждым днем стресс все больше давлеет над нами. И у нас остается все меньше сил, чтобы справиться с ним. Может быть, частью данной проблемы кроется, часть данной проблемы кроется в повсеместном стремлении американцев взбодриться с помощью кофеина. Ну, это надо сразу же принимать на свой счет. Вот все, что тут, книга адресована американцем, но у нас такая же ситуация один в один. Поэтому все мы стремимся взбодриться с помощью кофеина. Далее. Наиболее широко известного наркотика, сильно изменяющего сознание. Он производит стимулирующее действие, вызывая прилив энергии. Но спустя некоторое время человек вновь чувствует себя усталым и разбитым. В одном из исследований было сделано следующее заключение. Употребление кофеин, содержащих напитков, стало настолько привычным в нашем обществе, что его последствия зачастую не рассматриваются как отдельные медицинские проблемы. Кроме того, симптомы, возникающие в результате употребления данного наркотика, в скобках кофеина, нередко ошибочно интерпретируются при диагностике умственных расстройств и физических заболеваний. Каждый знает, что кофе содержит кофеин. Но знаете ли вы, где еще и в каких количествах можно его обнаружить? Внимательно изучите приводимый ниже список. Значит, кофе и чай. Молотый кофе. 180 грамм содержит 85 или 100 миллиграмм кофеина. Растворимый кофе. Та же доза. 180 грамм содержит 65 миллиграмм. Чай. Та же доза. 180 грамм содержит 40 миллиграмм кофеина. Другие напитки. Кока-кола. 360 грамм содержит 46 миллиграмм кофеина. Доктор Пеппер. 360 грамм 40 миллиграмм. Пепси-кола. 360 грамм содержит 38,4 миллиграмма. Какао содержит от 6 до 42 миллиграмм. Значит, источником этой информации является немецкий медицинский журнал «Новой Англии», потом журнал 327, том 16, выпуск 1160, страница 92 год, потребительские отчеты 525, том 8, дробь 91. Журнал «Американской диетической ассоциации» 71, том 240, 247, страница 1977 год. Это значит, в том числе этикетки с продуктов были сняты. Кофеинизм по своей симптоматике очень похож на такие серьезные заболевания, как маниакально-депрессивный психоз. Паника, повышенная психическая возбудимость и разного рода психические расстройства личности. По данным одного из отчетов, ежедневно американцы выпивают около 125 миллионов литров кофе. От себя я добавлю, что вы можете представить, речь идет о американцах, но во всем мире вы не найдете ни одной страны, где бы не пили люди кофе и кофеин, содержащие напитки. Потребление столь невообразимого количества любого стимулирующего вещества, вне сомнения, может быть основанием для серьезного беспокойства. При этом следует учитывать тот факт, что данная цифра не включает чай, шоколад, тонизирующие напитки типа колы, а также множество безрецептурных лекарственных препаратов, содержащих кофеин. Кофеинизм – одна из самых широко распространенных форм пристрастия в Соединенных Штатах Америки. Ну, как вы понимаете, во всем мире, как я уже сказал. Действительно, употребление кофеина может вызвать кофеиновую зависимость. Обычная чашка кофе содержит от 68 до 150 миллиграммов кофеина. Ежедневно 80% американских мужчин и женщин употребляют в среднем 280 миллиграмм кофеина, выпивая по 2-3 чашки кофе. Такая доза стимулирующего вещества, по мнению специалистов, усиливает поведенческую активность, а ее регулярный прием оказывает влияние на поведение и на настроение, а также приводит к появлению абсцинентного синдрома после прекращения его употребления. Но кофе – не единственный враг в этом известном семействе стимулирующих напитков. Следующая глава у нас называется «Депрессия». Спросите любого человека, что произойдет с ним в случае отказа от кофе. Вы получите примерно такой ответ. Я буду чувствовать себя подавленным и испытывать состояние депрессии. Действительно, отказ от кофе после его длительного употребления может оказаться причиной для развития депрессии. Исследования показывают, что различные стимуляторы или сильный стресс, вызывающие сильное возбуждение, могут привести к поражению нервных клеток мозга, где происходит образование адренокортикотропного гормона АКТГ сокращенно, который через цепь каскадных реакций способствует синтезу кортизола за счет образования адреналина. Поскольку стресс и стимуляторы типа кофеина блокируют нормальный механизм синтеза АКТГ, то происходит накопление данного гормона и кортизола. Это может вызвать серьезные последствия, в частности, долговременное поражение нервных клеток, контролирующих синтез АКТГ. Обратите внимание на следующий факт. Результаты научных исследований в области биологической психиатрии свидетельствуют о том, что у пациентов, страдающих тяжелыми формами депрессии, часто обнаруживается в крови избыточное количество кортизола. Исходя из этого, можно предположить, что даже если человек перестает употреблять кофеин, содержащий напитки, у него еще долгое время будет сохраняться тенденция к развитию депрессивного состояния на протяжении всей оставшейся жизни, как результат необратимого поражения клеток. Значит, эта ссылка у нас на журнал «Эндокринология», 114 том, 282-292 страница, 1984 год, и на журнал «Новой Англии», медицинский журнал «Новой Англии», 319 том, 7 выпуск, 413-420 страница, с 1988 год. Кофе и другие кофеин, содержащие напитки, то есть чай, кола, шоколад, принято классифицировать как семейство коричневых напитков. В каждом из них содержатся токсические химические вещества из группы алкалоидов, метилированные ксантины и метилксантины, к которым относятся кофеин, теобрамин и теофилин. В кофе основным метилксантином является кофеин, тогда как в чае – теофилин, а в шоколаде – теобрамин, хотя шоколад и чай также содержат кофеин. Следующая глава у нас называется «Кофеин и его связь с кокаином». Метилксантины, особенно кофеин, являются сильно действующими стимуляторами центральной нервной системы, осуществляющими свое воздействие на всех уровнях мозга и скелетной мускулатуры. Кофеин относится к аналептикам, близким по своей природе к другой группе наркотиков, амфетаминам. Аналептики входят в группу алкалоидов, вызывающих привыкание. Среди них наиболее известны морфин, никотин, кокаин и стрихнин. Так, например, через 30 минут после введения кофеина в организм его концентрация в крови человека достигает наибольшего уровня, а максимальный эффект проявляется через 2 часа после его употребления. Каким образом метилксантины действуют на организм? Отметим, что перечень вызываемых ими физиологических эффектов чрезвычайно велик. Метилксантины, особенно кофеин, обладают способностью разрушать хромосомы и нарушать работу целых систем организма. Одна чашка кофе замедляет усвоение железа организму на 39%, а чашка чая на 64%. Свежемолотый кофе замедляет всасывание железа на 72% от 72% до 91%. В то же время апельсиновый сок, содержащий витамин С, может увеличивать усвоение железа в организме на 250%. Значит, это у нас ссылка на исследование американского журнала клинического питания. 37-я глава, 37-й том, 416-420-я страница 1983 года, и тот же самый журнал, 32-й том, 2484-я и 2489-я страница 1979 год. В 1980 году, после обнародования выше приведенных данных, администрация пищевых продуктов и лекарственных средств США выступила с обращением, в котором предостерегла беременных женщин от чрезмерного употребления напитков, содержащих кофеин. Кроме того, кофеин был исключен из списка веществ, признанных безопасными для широкого употребления. Однако, несмотря на эту информацию, многие считают единственным негативным последствием употребления кофе повышенную возбудимость. На самом деле, проблемы, связанные с кофе, буквально переливаются через край, в кавычках. Значит, следующая наша глава. Кофеин может стать проблемой для больных подагрой, так как его превращение в мочевую кислоту в организме усугубляет протекание болезни. Он также оказывает стимулирующее действие на кору головного мозга и может вызывать потерю координации движения, усиление сердцебиения, бессонницу, головные боли, путаницу в мыслях, ухудшение памяти, усталость в награде, тремор в руках, повышенную возбудимость, внутренний страх, враждебность, повышенную раздражительность, расстройство сна, обезвоживание и общее состояние дискомфорта. От себя добавлю, все это мне совершенно знакомо и обо всем этом я забыл. Ну, за исключением подагры и каких-то таких вещей. Все, что касается вот этой возбудимости, раздражительности, головных болей и так далее, об этом я говорил в своей лекции. Далее. Если такие последствия результат желания человека почувствовать себя бодро после того, как он проснется утром, то ему, наверное, лучше было бы продолжить свой сон. После того, как было отмечено, что кофеин способен вызывать и развитие острых психических симптомов, содержащие его напитки, были исключены из рациона питания пациентов, многих клиник и государственных больниц. В результате у многих подопечных почти сразу было отмечено уменьшение случаев бессонницы и повышение нервной возбудимости. Исследования показали, что люди, страдающие различными расстройствами психики, употребляют почти в два раза больше кофеин, содержащих напитков, чем остальное население. Но даже у тех, кто никогда не употреблял кофеин, но по условиям эксперимента стал активно употреблять кофеин, содержащий напитки, в течение некоторого времени было зарегистрировано повышение уровня возбудимости, агрессивности и подавленности. Интересно, что дозы кофеина, предложенные испытуемым, были в несколько раз меньше тех, что употребляет средний любитель кофе в день. Кофеин не только не помогает человеку протрезветь, но может усилить вредное воздействие алкоголя на организм. Журнал называется «Медицинские новости мира», 7.5.94, страница 32а. Хотя кофеин и стимулирует работу нервной системы, но это временный эффект, после чего происходит снижение уровня эффективности умственной деятельности ниже нормы. Исследования показывают, что употребление кофеин, содержащих напитков, на рабочем месте не только не повышает работоспособность и производительность труда, но, напротив, усиливает вредное воздействие повседневных стрессов, увеличивая интенсивность ответных реакций на внешнее воздействие и снижая способность к общению. Итак, следующая наша глава называется «Кофеин не дает облегчения от повседневного напряжения и внешнего давления». Что вы обычно предпринимаете в течение рабочего дня, когда растущее количество проблем повышает угрозу развития стресса. Прибегаете к помощи чашки кофе. Однако доктор Джеймс Лейн из университета Дьюка утверждает, что кофеин на фоне стресса только усиливает его воздействие. Исследуя две экспериментальные группы, он обнаружил, что синтез так называемых стрессовых гормонов оказался более интенсивным у представителей той группы, которым ввели 300 мг кофеина, 3 чашки кофе, по сравнению с теми, кому был введен препарат плацебо. Кроме усиления действия стресса, кофеин также вызывает образование в организме специфических стрессовых гормонов – катехоламинов. Последнее способствует синтезу в организме избыточного количества циклического аденозин монофосфата, сокращенно ЦАМФ, действие которого будет рассмотрено позже. Кофеин также способствует ожирению, увеличению кровяного давления. Кофеин нарушает сон. Несмотря на то, что человек, употребляющий кофе, может почувствовать на короткий период времени некоторое усиление концентрации своего внимания, реальное улучшение работоспособности при этом не происходит. Ссылка на журнал «Психосоматическая медицина», 62 том, 575-587 страниц, 1988 год. Следующая глава. Сердечно-сосудистые заболевания. Тезисы. Значит, 4-5 тезисов. Первый тезис. Кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений. То есть это даже не тезис, это факты. Кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений. Значит, этот факт зарегистрирован в журнал «Первичная кардиология», 10-84, 104-110 страница. Кофеин может вызвать сердечную аритмию. Это второй факт. Журнал «Первичная кардиология» называется «Британский журнал «Эпидемиология». Американский журнал «Эпидемиология», 128 том, 124-136 страница, 1988 год. Третий тезис. Кофеин может вызывать увеличение относительного содержания холестерина в крови. Значит, зарегистрировано это «Биохимический журнал», 109 том, пятый выпуск, 841-849 страница. И пятый факт. Употребление 5 чашек кофе в день может на 300% увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Этот факт у нас зарегистрирован медицинским журналом «Новой Англии», 315 том, 6 выпуск, 977-982 страница, 1986 год. Итак, кофеин не слишком надежное средство и эффективное, как средство для выживания на рабочем месте. Установлено, что он оказывает отрицательное влияние на память и способствует не снятию, а усилению общей усталости. В результате производительность труда и работоспособность людей, употребляющих кофе, может значительно снижаться и влиять на эффективность выполнения ими своих профессиональных обязанностей. Отмечено, что у крыс, в организм которых вводился кофеин, значительно замедлялась скорость моторных реакций. Другими словами, под влиянием кофеина наши мышцы работают медленнее. Употребление кофеин, содержащих напитков, снижает эффективность умственной деятельности. Данное вещество не только тормозит мышечный тонус, но даже доза в 250 мг, это 2-2,5 чашки кофе, на 30% уменьшает снабжение мозга кровью. Это может привести к отклонениям психомоторной координации, спонтанным перепадам в настроении и поведении. Вот, кстати, моя ремарка, спонтанные перепады настроения и в поведении. Особенно это проявляется у детей, когда дети в раннем возрасте являются потребителями кофеина через шоколад. Теперь вы понимаете, откуда берется синдром гиперактивности. Вот именно отсюда. То есть вот это нарушение баланса внутреннего. Значит, далее. Также ведет к снижению концентрации внимания. Тоже очень проявляется на детях активно. То есть у взрослых мы просто это не замечаем уже, что мы это с детства привыкли в таком состоянии жить. Далее. Кроме того, кофеин может вызвать путаницу в мыслях, речи и также нарушение памяти. Следующая глава. Воздействие кофеина на мозг. Кофеин затрудняет прохождение нервных импульсов в мозге и нервной системе. При этом нарушается движение молекул ацетилхолина, медиатора нервной системы. Так как под влиянием кофеина ингибируется активность фермента ацетилхолинэстеразы, расщепляющий ацетилхолин на холин и уксусную кислоту. В результате чего время прохождения нервных импульсов увеличивается. Этим в частности можно объяснить повышенную нервозность, ремор конечностей, возбудимости, даже путаницу в мыслях. От себя добавлю тоже ремарку. Вспоминаем сразу детство наше. Помните, да, такие полуоборочные состояния, многие из них его испытывали в детстве. Непонятно почему, там, после физкультуры или во время физкультуры, или просто так. Чуть ли не потеря сознания у людей бывает. Головные боли. То есть вот это все оттуда. Дети, они наиболее остро реагируют первично на вот этот вот компонент. Подобное вмешательство в деятельность нервной системы вызывает у детей временное увеличение подвижности и повышение их способности концентрировать внимание. Однако, одновременно с этим наблюдается усиление психической возбудимости, могут даже появляться отклонения в поведении. Вы когда-нибудь задумывались над тем, откуда берется этот приток энергии? Если учесть, что данный продукт не имеет никакой питательной ценности. Совершенно очевидно, что кофеин вмешивается и негативным образом влияет на процессы медаболизма в организме. Значит, вот эта ссылка, которую я читал про высшее, про то, что у детей вызывает временное увеличение подвижности. Тут ссылка идет 28. Я потом в конце прочитаю еще список литературы, список источников. То есть тут каждая ссылка, она подтверждается определенным источником. Практически каждая. Итак, вы когда-нибудь задумывались над тем, откуда берется этот приток энергии? Если учесть, что данный продукт не имеет никакой питательной ценности. Совершенно очевидно, что кофеин вмешивается и негативным образом влияет на процессы медаболизма в организме. Прежде всего, кофеин способствует использованию запасов энергии в организме, создавая тем самым дефицит для будущих энергетических затрат. Кофеин и другие метилоксантины вызывают накопление в клетке циклического аденозин-монофосфата, сокращенно ЦАМФ, необходимого для образования энергии, что по существу и обуславливает ощущение быстрого прилива сил и энергии у любителей кофе. Следующая глава – гипертензия или высокое кровяное давление. Обладая способностью повышать кровяное давление, кофеин нейтрализует действия лекарственных препаратов, направленных на его снижение. Это первая ссылка на журнал «Психосоматическая медицина», 45-й том, 447-я, 451-я страница, 1983-й год. Кофеин, следующий факт, может препятствовать эффективному диагностированию и лечению различных заболеваний. Значит, это у нас ссылка на американский журнал повышенного кровяного давления, 7-й выпуск, 755-я, 758-я страница, 1994-й год. Следующий факт, третий – две чашки кофе, выпиваемые ежедневно, могут увеличивать кровяное давление на 20%. «Психосоматическая медицина», 52-й том, 320-я, 336-я страница, 1990-й год. Четвертый факт, лица, находящиеся перед угрозой развития гипертонической болезни, должны воздержаться от употребления кофеин, содержащих напитков. «Психосоматическая медицина», 56-й том, 147-я, 180-я страница, 1994-й год. Итак, накопление ЦАМФ происходит вследствие того, что кофеин ингибирует активность фермента фосфодиэстеразы, которая в нормальных условиях участвует в расщеплении ЦАМФ и останавливает процесс образования энергии. Каков же результат вмешательства кофеина в энергетику клетки? Это повышение уровня сахара в крови и избыточный синтез инсулина, приводящий к возникновению гипоклимии и различным осложнениям при диабете. Но ЦАМФ также стимулирует рост железистых тканей, например, тканей молочной железы. Накопление ЦАМФ в результате ингибирования кофеином активности фосфодиэстеразы может способствовать неконтролируемому росту клеток. Это может привести к развитию фиброзно-кистозных заболеваний, например, мастопатии, что в конечном счете увеличивает риск развития рака груди. Все женщины знают о том, что это распространенное заболевание, но все не знают, откуда это происходит. Вот вам четко это объяснено. Кофеин также блокирует осуществление фосфодиэстеразной другой важной функции контроля за расщеплением жиров и высвобождение свободных жирных клеток, что приводит к увеличению концентрации липидов в крови. Все это наряду с повышением уровня сахара в крови способствует увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Следующая наша глава называется «Кратковременный и долговременный эффект кофеина». Она очень коротенькая. До сих пор мы рассматривали только кратковременное воздействие кофеина на организм. Существуют ли долговременные последствия? По данным научных исследований, употребление кофеин, содержащих напитков, приводит также и к долговременным расстройствам памяти. Следующая глава – это раковые заболевания. Кофеин в три раза увеличивает риск рака поджелудочной железы. Это первый факт. Три чашки в день. Ссылка на медицинский журнал «Новой Англии», 304 том, 630 и 633 страниц, 1981 год. Второй факт. В два раза увеличивает риск рака мочевого пузыря. Две чашки кофе в день. Значит, это американский журнал «Народного здоровья», 84 том, 8 выпуск, 820 и 823 страница, 1984 год. Третий факт. На 250% увеличивается риск рака прямой кишки. Тоже две чашки кофе в день. Значит, это журнал. Так, тут просто на английском. Мне приходится параллельно это все сразу же переводить. Значит, «Семейные практики», «Семейные практические новости», журнал 116 том, 18 выпуск, 1986 год. Значит, следующий факт. Увеличивает риск фиброзно-кистозных заболеваний. Это три чашки кофе в день. Это журнал «Хирургия», 86 том, 105-109 страниц, 1979 год. Значит, следующий факт. Увеличивает риск рака груди. Так. Это тоже у нас журнал «Три чашки кофе в день». Это тоже у нас журнал, международный журнал «Рак». 28 том, 6 выпуск, 691-693 страниц, 1981 год. Увеличивает риск рака яичников. Три чашки кофе в день. Тоже международный журнал «Рака». 28 том, 6 выпуск, 691-693 страниц, 1981 год. И, значит, журнал «Медицинских новостей» дает последний факт. В два раза увеличивается риск рака мочевого пузыря у женщин. Одна чашка кофе в день. Значит, 63-й, 73 том, 1 дробь 26, дробь 76. Значит, большая концентрация метилксантина в клетке может даже изменить ее протоплазму, что, безусловно, способно привести к появлению ряда проблем со здоровьем в будущем. Кофеин и близкие ему химические средства вещества могут оказывать на клетке мутагенное действие и вызывать изменения структуры хромосом, проявляющихся впоследствии на генетическом уровне у потомства. Иногда даже на втором поколении. Так, например, когда к изолированным клеткам человека и хомяка добавляли кофеин, то регистрировали необратимые изменения структуры хромосом. Следовательно, действие кофеина на организм может быть не только кратковременным, но и долговременным и даже передаваться по наследству последующим поколениям. Имея в виду существование такой возможности, один из врачей отмечает, цитата, Хотя на многие вопросы еще не удалось найти ответа, врачам следует с максимальной осторожностью подходить к этому вопросу. Учитывая, насколько распространенным является употребление кофеин, содержащих напитков, любые негативные последствия могут иметь сильное влияние на здоровье общества. Значит, следующая наша глава называется «Является ли кофе без кофеина решением проблемы?» Многие считают, что это так, но, к сожалению, даже при отсутствии кофеина, кофе не перестает быть напитком безвредным для здоровья человека, поскольку наряду с кофеином содержат также и другие потенциально вредные химические компоненты, в частности, кофеолы – масла, оказывающие раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт. Дальше цитата. «У детенышей крысы, которые в условиях эксперимента получали кофеин, наблюдали значительные задержки в развитии». Журнал «Жизнь и здоровье», сентябрь 1974 года, пятая страница. Кроме того, в декофеинизированном кофе присутствуют химические соединения, признанные опасными для организма, так как один из них повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, а другие отрицательно воздействуют на центральную нервную систему. Химический состав кофейных зерен во время сушки подвергается значительным изменениям, что приводит к образованию более чем 700 летучих химических веществ. К их числу относятся ацетальдигид, десульфид углерода, аммониуксусная кислота, нитрозамин и другие соединения, превращающие даже декофеинизированный кофе в нежелательный и опасный для здоровья напиток. Независимо от того, содержится ли в кофе кофеин или нет, всего одна чашка этого напитка в день увеличивает риск рака мочевого пузыря в три раза. Более двух чашек обычного кофе в день приводит к значительному повышению риска рака мочевого пузыря со смертельным исходом. Следующая глава называется «Материнство». Беременные женщины, безусловно, должны быть осторожными при использовании любых видов наркотических веществ, к которым относятся... Беременные женщины должны быть особенно осторожны при использовании любых видов наркотических веществ, к которым, безусловно, принадлежит кофеин. Значит, это утверждение, это первый факт, который сформулировано письмом Гарвардской школы медицинского здоровья, 7 выпуск 1982 года. Относительное содержание кофеина в молоке матери на 50% выше, чем в крови. Наркотик сохраняется в организме плода в течение более чем 80 часов по сравнению с 5-6 часами в организме матери. Это следующий факт, который приводит у нас журнал, называется «Женский пациент». 13 том, 52 глава, 52 страница, 1988 год. Значит, Американская диетическая ассоциация говорит в 82 томе, 1048-1053 страница, в 83 году, что в организме плода отсутствуют ферменты, необходимые для расщепления кофеина, что может стать причиной замедления роста и развития плода. Проблем с костями, низкой массой тела при рождении. И далее факт, значит, кофеин может поражать клетки на уровне хромосом. Он также увеличивает вероятность различных врожденных дефектов. Значит, это у нас журнал, называется «Исследование рака», 28 том, 2375-2389 страница, 1968 год. Значит, следующий факт. Употребление трех чашек кофе в день почти удваивает риск самопроизвольного аборта. Американский журнал «Эпидемиология», 126 том, 813-820 страница, 1987 год. Значит, и последний факт. Женщины, употребляющие кофе, могут иметь определенные трудности с зачатием ребенка. Журнал «Ланцет», 10 том, 1453-55 страница, 1988 год. Итак, люди, употребляющие кофеин, содержащий напитки, имеют повышенный риск рака желудка, почек, печени, легких, поджелудочной железы, яичников, прямой кишки. Чай, в составе которого, кроме кофеина, присутствует еще теофилин, другой метилксантин и танины, увеличивает риск рака желудка, почек, легких, пищевода и прямой кишки, а также образованию камней в почках. То есть, у нас задается медицина постоянно одним и тем же вопросом, это я уже от себя говорю. Почему у нас такой вал раковых заболеваний, да? Откуда это? То есть, вот информация к размышлению. Значит, следующая глава «Кофеин и мозг». Для многих пациентов психиатрических лечебниц, страдающих повышенной психической возбудимостью и депрессией, не требуется никакого другого лекарства, кроме воздержания от кофеина. Факт номер А. Первый. Значит, ссылка это на американский журнал «Психиатрия», 131 том, 10 выпуск, 10 страниц, 1974 год. Второй факт. Употребление кофе и других кофеин, содержащих напитков, многими пациентами психиатрических медицинских заведений в два и более раза превышает среднестатистический показатель употребления этих напитков среди остального населения. Журнал «Психиатрия», 133 том, 12 страниц, 1976 год. Уровень тревожного состояния и депрессии у лиц, нуждающихся в клиническом уходе, может быть значительно снижен за счет ограничения употребления кофеин, содержащих напитков и продуктов. Канадская психиатрическая ассоциация, журнал «20 том», 577-583 страниц, 1975 год. Ряд пациентов, страдавших депрессией и неврозами, были выписаны из психиатрических медицинских учреждений после прекращения употребления кофеина. Американский журнал «Психиатрия», 136 том, 1337-38 страниц, 1979 год. И, наконец, употребление кофеина может блокировать нормальное действие нейротрансмиттеров в мозге. Журнал «Природа», январь, 26 выпуск, 1983 год. Кофеин «вмешивается» в деятельность сердечно-сосудистой системы, вызывая расширение кровеносных сосудов, расположенных близко к кожной поверхности, посылая при этом в мозг сигнал об их сжатии. Он вызывает сужение кровеносных сосудов мозга с одновременным расширением сосудов в других органах, что приводит к повышению кровяного давления. То есть вот он, механизм действия. Употребление от 1 до 5 чашек кофе в день увеличивает риск инфарда миокарда на 60%, а 6 и более чашек на 120%. Это опять к вопросу, почему у нас так много сердечно-сосудистых заболеваний. Медицина не может разгадать этот вопрос, почему все пьют кофеин и удивляются, почему у нас сердечно-сосудистые заболевания. Это же комментарий от меня. Значит, кофеин – это стрессовый фактор для поджелудочной железы, осложняющий, я бы сказал, что стрессовый фактор вообще для всего организма, как вы понимаете, да, осложняющий протекание диабета, что обусловлено его влиянием на повышение уровня сахара в крови и увеличение содержания жирных кислот в сыворотке. Женщины, употребляющие кофе, имеют большую вероятность в будущем столкнуться с такими проблемами, как рождение мертвого ребенка, смерть плода и выкидыш. У них также чаще наблюдаются фиброзно-кистозные заболевания, которые в 4 раза повышают риск развития рака груди. Следующая наша глава называется «Кофеин и его влияние на увеличение хрупкости костей». Давайте обратимся теперь к тому, какое воздействие оказывает кофеин на костную систему человека. Хорошо известно, что существует прямая взаимосвязь между употреблением даже небольшого количества кофеина и развитием такого заболевания, как остеопороз. Каждые 10 мг кофеина, попадающие в организм, вызывают потери 1 мг кальция в костях, что безусловно способствует разрежению дистрофии костной ткани как у детей, так и у взрослых. Шестилетние исследования, проведенные на 85 тысячах женщин, выявили наличие положительной взаимосвязи между употреблением кофеин, содержащих напитков, и увеличением хрупкости костей, ведущих к переломам, особенно шейки бедра. Американский журнал клинического питания, 54 том, 157-163 страницы, 91 год. Доктор Линда Массей, помощник директора отделения диетологии Вашингтонского государственного университета, в своих исследованиях показала, что в 133 случаях из 135 употребление кофеин, содержащих напитков, в 2 раза уменьшает содержание кальция в костях. Представьте себе, какое влияние может оказать кофеин на растущий организм подростка. Ребенок, выпивающий в день 350 грамм газированных напитков, содержащих кофеин, получает такое же количество кофеина в расчете на единицу веса тела, какое получает взрослый человек, выпивающий ежедневно 4 чашки растворимого кофе. Следующая глава – кофеин и беременность. Многие люди, употребляющие кофеин, содержащий напитки, считают, что кофеин относительно безвреден, но в действительности он предоставляет угрозу для каждого человека, особенно для беременных женщин. Почему? Рассмотрим следующие факты. Факт первый. 300 миллиграмм кофеина в день – это 3 чашки кофе или 6 чашек чая – вызывают замедление роста и развития плода. Это американский журнал медицины, 270-й том, 24-й выпуск, 46-я, 47-я страницы, 93-й год. 300 миллиграмм кофеина в течение месяца предшествующего беременности почти в 2 раза увеличивают риск непроизвольного выкидыша. Тот же самый журнал, 270-й том, 24-й выпуск, 40-я, 43-я страницы, 93-й год. Фетотоксичные, то есть вызывающие интоксикацию плода действия кофеина, проявляются значительно сильнее у курящих женщин. Американский журнал «Эпидемиология», 139-й том, 951-й, 954-я страницы, 93-й год. 200 миллиграмм кофеина в день увеличивает плацентарное кровотечение. Репродуктивная медицина. Журнал «Эпидемиология», 19-й том, 55-я, 63-я страница, 77-й год. Эксперименты, проводившиеся на самках приматов, показали, что действия кофеина в скобках у самок, в организм которых вводился кофеин, далее «Повышается вероятность рождения детенышей с низкой массой тела, мертворождения и самопроизвольного аборта». Журнал «Токсикология», 8-й том, 239-я страница, 88-й год. «Употребление кофеина создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему плода». Журнал «Педиатрические исследования», 21-й том, 391-й, 95-я страница, 87-й год. У потомства животных, которым в лабораторных условиях в организм вводился кофеин, в последующие месяцы и годы жизни наблюдались отклонения на нейрохимическом, физиологическом и поведенческом уровне. Значит, этот факт задокументирован у нас летописью Нью-Йоркской Академии наук, 56-й том, 327-я, 339-я страница, 89-й год. Действие кофеина на плод в период внутриутробного развития в дальнейшем может вызывать долговременные поведенческие отклонения, связанные с нейрохимическими изменениями в коре головного мозга и гиппокампе. Значит, это у нас журнал, международный журнал «Неврология», 41-й том, 15-я, 28-я страница, 88-й год. Употребление матерью кофеин, содержащих напитков, может вызвать ослабление нервно-мышечного развития и увеличивать возбудимость новорожденного. Младенческое поведение и развитие, журнал, 7-й том, 253-я, 265-я страница, 1984-й год. Несмотря на многочисленные медицинские доказательства, женщины продолжают употреблять кофе, полагая, что всегда могут остановиться, когда узнают о своей беременности. Один ученый следующим образом прокомментировал подобную логику. Цитата. Значит, большинство женщин не знают о своей беременности до середины первых трех месяцев и не получают необходимого наблюдения раньше 10-й недели после наступления беременности, когда органогенез, то есть развитие органов плода, практически завершен. Кроме того, именно в это время имеет место подавляющее число выкидышей. Журнал Медицинской ассоциации, 270-й том, 24-й выпуск, страница 1974-й, 1993-й год. Далее, другими словами, к этому времени, когда женщина точно знает, что она беременна, вред, нанесенный кофеином, может быть уже необратимым. Но кроме этого, всего 163 мг кофеина в день во время первых трех месяцев могут в два раза увеличить риск выкидыша. Тот же самый журнал Медицинской ассоциации, 270-й том, 24-й выпуск, страница 1940-я, 43-я, 1993-й год. Новорожденные, чьи матери употребляли кофеин, содержащие напитки, имеют повышенный риск остановки органов дыхания на короткое время. Об этом говорит американский журнал «Акушерство и гинекологии», 154-й том, 14-я, 20-я страница, 1986-й год. Употребление кофеин, содержащих напитков женщины, может стать фактором, способствующим впоследствии развитию ребенка инсулинозависимого диабета. Британский медицинский журнал, 300-й том, 642-я, 643-я страница, 1990-й год. Проблема не ограничивается только кофе. Среди напитков, которые мы употребляем, кофеин не является единственным содержащим кофеин. По оценкам Beverage Marketing Corporation, в 1989 году среднестатистический американец выпил 547 банок газированных напитков. В центральных штатах США этот показатель составил 658, на юго-западе 637, на юге 661 банка. Красиво разукрашенные банки с газированными напитками типа колы, ну и вы знаете, сейчас энергетики появились, да, помимо кофеина содержат и другие сомнительные ингредиенты. Здесь также присутствует сахар около 12 чайных ложек или искусственный подсластитель и фосфорная кислота. Так, аспартам, один из заменителей сахара, может стать причиной целого ряда серьезных расстройств, начиная от мигрени и заканчивая более серьезными изменениями в мозге. Оно также может вызывать потерю памяти, дезориентацию в пространстве, головокружение, порой частичную или полную слепоту. При этом негативный эффект чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. Другое сладкое вещество, ксилитол, оказывает отрицательное воздействие на организм и может способствовать процессу опухолеобразования, а также вызывать различные расстройства печени, почек и мозга. Значит, следующая у нас глава. Кофеин и нервная система. Кофеин и нервная система. Имели в три раза более высокий уровень общего напряжения организма, чем те, кто употреблял то же количество кофе, но не подвергался воздействию стрессового раздражителя. Журнал «Психиатрические отчеты», 59-й том, 1-й выпуск, 83-я, 86-я страница, 1986-й год. Употребление кофеин содержащих напитков приводит в некоторых случаях к развитию в организме состояния общего напряжения. Журнал «Постмедицинского образования», 66-й том, 2-й выпуск, страница, 18-24-й, 94-й год. Хорошо известно, что фосфорная кислота, содержащаяся в газированных напитках, может пагубно влиять на развитие скелета, так как способствует потере кальция. В одном из исследований утверждается, употребление газированных напитков девочками детского и подросткового возраста является серьезной проблемой для общественного здравоохранения, поскольку потеря кальция делает их уязвимыми перед травами и переломами костей. Следующая глава называется «Кофе для котенка». Что же происходит с нами, когда ваш сад или огород начинает «испытывать жажду», разве вы поливаете его газированной водой? Когда мотор вашей машины перегревается, разве вы охлаждаете его холодным чаем? Когда ваш котенок дрожит от холода на пороге вашего дома, разве вы приносите ему миску с горячим кофе? Почему растения, животные пьют воду, а человек травит себя вредными для здоровья суррогатами? Истина состоит в том, что кофе, чай, какао, газированные напитки типа колы не могут быть сравнимы с водой по степени полезности. Исследования показывают, что лица, употребляющие кофеина, содержащие напитки вследствие мочегонного эффекта кофе, чая и газированной воды, теряют значительное количество жидкости. Содержащаяся в кофе хлорогеновая кислота может вызывать одну из самых сильных форм пищевой аллергии, известных в настоящее время в медицинской практике. Ссылка на журнал Медицинской ассоциации, 187 том, 5 выпуск, 380 страница, 1964 год. То есть вы понимаете, что 1964 год, это от меня уже комментарий, это давнишняя достаточная история. И аллергию вызывало именно у людей, которые тогда только начинали употреблять. То есть когда человек жил, допустим, долгий период, да, и не употреблял с детства. Мы-то употребляем его с детства. А это люди столкнулись с этим напитком именно в те годы. Он начал получать распространение еще до недавних пор. Люди, допустим, рожденные в 50-х годах и родившиеся где-то в деревнях, они знают, что не было ни чай, ни кофе. Пили всегда мяту, например, заваривали в чайник и пили ее. Так вот, когда человек переходил на этот напиток в те годы, это сопровождалось сильнейшей формой пищевой аллергии. То есть это было отмечено вот в этом медицинском журнале. Далее. Даже при употреблении больших объемов жидкости общим эффектом все равно может остаться обезвоживание ткани организма. У лица, регулярно употребляющих крепкий чай, может наблюдаться дефицит витамина В в организме. Кроме того, танин, содержащийся в этом напитке, нарушает усвоение железа организма. В итоге человек может испытывать повышенную утомляемость и общую вялость. По оценкам ученых, танин также является фактором, увеличивающим риск рака желудка. Присутствующий в чае теофилин представляет большую опасность для щитовидной железы. Прежде чем перейти к обсуждению последнего продукта, относящегося к семейству кофеин содержащих, то есть к шоколаду, приведем еще несколько фактов о пагубном влиянии кофеина, содержащегося в кофе. Это поражает, но употребление кофе может приводить к расстройствам пищеварения и потере аппетита. Употребление кофе может увеличивать вероятность бесплодия на 50%. Употребление кофе способствует повышению относительного содержания холестерина и триглицидов в крови. Употребление кофеина может вызывать появление кожной сыпи. Употребление кофеина может вызывать развитие экземы. Употребление кофеина беременными увеличивает риск развития диабета у их будущего ребенка. Следующая глава. Что следует знать о шоколаде? Вам, наверное, хорошо знаком вкус грековатый, неподслащенного шоколада. Это ощущение горечи связано с наличием в нем вредных химических веществ из группы алкалоидов, а также пиролизатов. Поэтому для придания сладкого вкуса при производстве шоколада в него добавляют большое количество сахара и жиров, что вредно для здоровья. Так, 150-граммовая плитка шоколада по количеству калорий равноценна полутора килограммам яблок. Один кусок шоколадного торта эквивалентен по количеству калорий семи кускам хлеба из муки грубого помола. Значит, подголова называется калорийная бомба. Поскольку в шоколаде и других рафинированных сладостях, например, куске торта, почти не содержится витаминов, минералов и клетчатки, но сами они являются высококалорийными, такие продукты получили название калорийных бомб. Часто их употребление приводит к появлению избыточного веса, способствует усилению аппетита и в конечном счете может привести к ухудшению здоровья и болезни. Почему сахар несет дополнительный вред? Каким образом сахар, содержащийся в шоколаде и добавляемый в кофе и чай, влияет на наш организм? Значит, ссылка на журнал Sweet Talk, это «Сладкие разговоры», страница 18. Сейчас я вам покажу эту картинку. Сейчас вы ее не видите, но сейчас я тогда уберу вот это изображение. Так. Что-то не получается. А, вот получилось. Так. По центру выгл. Так, вот таблица. Здесь показано количество сахара в чайных ложках, съедаемого за один раз. Значит, вот вы съедаете, например, 6 чайных ложек, да, то есть это там, ну, предположим, да, там банка какого-нибудь напитка. Число бактерий, уничтожаемых одним лейкоцитом. Вот, 10 бактерий уничтожается одним лейкоцитом при такой нагрузке сахаром. Значит, уменьшение способности лейкоцитов уничтожать бактерии 25%. Соответственно, когда вы съедаете в два раза больше, например, 12, да, ложек, то у вас практически в два раза снижается число бактерий, которые может уничтожать лейкоцит. До пяти с половиной. И вот эта способность в проценте, 60%. 24, значит, лужки сахара снижает, видите, показатель почти до 92%. То есть действие такой вот сахара. Так. Значит, возвращаемся дальше к нашей теме. Продолжаю я читать. Каждый лейкоцит, ну, это пояснение той, что я говорил, я сейчас прочитаю. Каждый лейкоцит за период своего существования должен уничтожить 14 бактерий. Как вы смогли убедиться, сахар в значительной степени препятствует этому. Чем меньше бактерий уничтожаются лейкоцитами в организме, тем выше вероятность заболевания. Из представленных выше данных видно, что по мере увеличения количества сахара, съедаемого в один раз, уменьшается количество бактерий, уничтожаемых лейкоцитами. Средний американец в течение дня употребляет 52 чайные ложки сахара. На этом вредное действие сахара не ограничивается. Недавно проведенные исследования показали, что регулярное добавление в кофе всего одной чашки чайной ложки сахара увеличивает риск рака прямой кишки на 40%. Три чайные ложки увеличивают этот риск вдвое. Употребление сахара представляет собой наряду с животным жиром и мясом не менее значимый фактор риска рака толстой и прямой кишки. Ссылка на международный журнал эпидемиологии, 22-й том, то есть вот эти данные, 2-й выпуск, 207-й, 214-й, 93-й год. Журнал «Питание», 124-й том, 4-й выпуск, 517-й, 523-й, 94-й год. И журнал «Атланта», журнал «Конститюшн», 4-я дробь 10-я, 94-го года. Тиобрамин, основной метилксантин, содержащийся в шоколаде, может быть причиной ненормального разрастания тканей желез. Это вещество в два раза токсичнее по сравнению с кофеином и способно вызывать тестикулярную атрофию и нарушение выработки спермы, что было выявлено в опытах, проведенных на крысах. Значит, следующая у нас глава. Другие вредные последствия. Другие вредные последствия имеют несколько подглав. Значит, давайте начнем. Шоколад также содержит кофеин и теофилин, вызывающие расстройства желудка, тошнатуру, воду, а также увеличение предстательной железы и простаты у мужчины. Кроме того, он может быть одним из факторов, способствующих развитию определенных видов рака, о которых уже говорилось раньше, когда речь шла о чае. Одно из исследований показало, что из числа тех, кто часто употребляет сладости и шоколад, женщины составляют 92%. Этот факт влияет на уровень депрессии у них. В одной чашке какао или горячего шоколада может содержаться от 6 до 42 мг кофеина. В силу того, что дети, как правило, имеют меньшую массу тела и некоторые особенности в обмене веществ, даже такое количество какао может представлять опасность для их здоровья. В то же время какао и горячий шоколад с молоком продолжают оставаться одним из самых любимых детских напитков. Однако наличие холестерина и высокое содержание жиров в молоке могут стать источником различных проблем со здоровьем, а высокое содержание белка в этих продуктах может влиять на потерю кальция в костях. В результате становится очевидным тот факт, что горячий шоколад с молоком далеко не идеальный напиток для растущего детского организма. Буклет выпущенной Администрации продуктов питания и лекарственных препаратов США содержит список допустимых уровней загрязнения шоколадных изделий. Так вот, в одной плитке шоколада могут содержаться волосы грызуна и 16 остаточных частиц насекомых. В 3 чайных ложках шоколадного порошка может содержаться 75 фрагментов насекомых. Содержание частиц крысиного помета не должно превышать 10 до 450 г, а инвазия заражения паразитами не должна превышать 4%. В то время, как в соответствии со стандартами Администрации продуктов питания и лекарственных препаратов США, допускаются уровни загрязнения во всех продуктах для шоколада, он один из самых высоких. Можно ли прожить без шоколада? Как просыпаться утром без чашки кофе? Задавали ли вы себе подобные вопросы? Истина состоит в том, что жизнь действительно начинается в полную меру, когда прекращается употребление вредных для здоровья веществ. Существует множество полезных здоровых напитков, которые с успехом могут заменить кофе. Кроме этого, различного рода травяные чаи, не содержащие кофеина, также могут стать прекрасной альтернативой для любителей горячих напитков. Следующая подглава – это кофеин и диабет. Две чашки кофе в день существенно увеличивают уровень сахара в крови, поэтому число случаев гипоклимии гораздо выше среди тех, кто регулярно пьет этот напиток. Это первый факт, ссылка на журнал Lancet, первый том, 527-29 страница, 1967 год. Второй факт. Кофеин может рассматриваться как один из факторов развития диабета. Журнал Американской медицинской ассоциации, 231 том, 965 страница, 1975 год. Третий факт. В лабораторных исследованиях, проведенных на мышах, было доказано, что кофеин усугубляет течение диабета. Журнал «Медицинские мировые новости», 33-й том, 1965 год. Употребление кофе может стать причиной ложных показателей уровня сахара в крови. Значит, это у нас журнал «История внутренней медицины», 119 том, 8 выпуск, 799, 804 страница. 93-й год. Следующая глава называется «70% чего?». Значит, чистая вода – это именно тот вид жидкости, в котором постоянно нуждается человеческий организм. Мы, как вы знаете, не состоим на 70% из кофе, чая и газированной воды. Хотя такие напитки также обеспечивают организм необходимой ему жидкостью, но зачастую в ущерб нашему здоровью. Следующая глава – «Кофеин и желудок». Кофе увеличивает выработку желудочного сока и одновременно с этим способствует расслаблению мышц пищевода, что приводит к появлению изжоги и болевых ощущений в области диафрагмы. Значит, это ссылка на издание… Сейчас я скажу, какое. Современное питание, здоровье и болезни. Значит, страница 1093. Далее. На наш взгляд, более правильно было бы назвать кофе, чай, какао и газированные напитки в кавычках «бедствием в чашке». Легко понять, почему многие ученые называют кофеин самым популярным наркотиком-стимулятором в мире. В то время как общий уровень здоровья американского населения ухудшается, растет количество эмоциональных проблем, связанных со стрессом, а способности контролировать его катастрофически уменьшаются, без сомнения, в этих условиях каждому следует пересмотреть свое отношение к этому же вотрепещущему вопросу. Факты свидетельствуют со своей очевидностью. Еще один мощный, совершенно законный колумбийский картель осуществляет свою пагубную деятельность. Продукт, распространяемый им и доступный каждому, обладает психостимулирующим действием и приводит к развитию зависимости. В больших количествах его употребляют на рабочем месте, что негативно сказывается на общей работоспособности и производительности труда, однако никакого, по всей видимости, не беспокоит эта проблема. В Америке это самый популярный напиток, обладающий психоактивным действием, против употребления которого никто не протестует. Следующая глава называется «Кофейное помешательство». Это предпоследняя глава и далее последняя. Воистину, Америка буквально сходит с ума по кофейным напиткам. Ну, это сейчас весь мир. Но желанный и стимулирующий эффект, достигаемый с их помощью, не стоит той цены, которую приходится платить в конечном счете. Можно ли действительно считать утреннюю чашку кофе наилучшим способом начала дня? Неопровержимые научные данные дают основания для отрицательного ответа на этот вопрос. Возможно, именно сейчас наступило время решительно противопоставить наркотикам свою волю и разумный выбор. Никогда не поздно отказаться от употребления кофе, чая, газированных напитков и шоколада, наносящих вред нашему здоровью. Значит, последняя глава называется «Всегда есть надежда». Тут, собственно, советы авторов этой книги, я так понимаю, давайте прочитаем. Хотя отказаться от употребления кофеин, содержащих напитков, не так легко, но ни в коем случае не является невыполнимым заданием, поскольку кофеин даже получил название «цепного наркотика». Мы можем констатировать, что отказ от него может быть болезненным и неприятным, но конечный результат, безусловно, стоит затраченных усилий. Помимо всего прочего, при таком отказе возникает абсцинентный синдром, проявляющийся в возникновении головных болей, повышение нервозности, раздражительности, головокружения и сонливости вы можете испытать на себе многие, либо некоторые из этих симптомов. Но не стоит тревожиться и впадать в отчаяние. Вам не придется жить в кофеиновых оковах до конца жизни. Да, кофеин – это токсичный и опасный наркотик, вызывающий зависимость. Но если вы будете следовать одиннадцати простым советам, описанным ниже, процесс отказа станет для вас гораздо более приятным и успешным. Значит, далее идут советы. Первый пункт. Старайтесь с максимальной эффективностью употреблять свое время, так как леность может легко подтолкнуть к самопопустительству и отказ от вредных привычек еще более затруднится. Второе. Заведите дневник, чтобы отмечать в нем свои успехи и неудачи в этом деле. Иногда даже сам факт письменного описания этого процесса будет источником удовлетворения дополнительного стимула для вас. Не позволяйте неудачам сбить вас с намеченного курса, но в то же время не следует быть излишне самоуверенным. Третий пункт. Строго контролируйте свой повседневный рацион питания, поскольку он может быть существенным фактором, помогающим преодолеть тягу кофеина. В течение пяти дней неотступно следуйте перечисленным ниже указаниям. Старайтесь не переедать, старайтесь не переедать, даже если вы едите здоровую пищу. Советы дальше идут, указания. То есть первое, старайтесь не переедать. Второе. Никотин, содержащийся в табаке, и пурины, входящие в состав мяса, являются химически родственными кофеиновеществами. Поэтому курение и употребление мясных продуктов осложняют отказ от кофеина. Третье. Уксус, специи, перец и употребление жидкости во время еды способствуют раздражению стенок желудка и вызывают проблемы с пищеварением, что может сказаться на снижении самоконтроля. Старайтесь ограничить их употребление. Далее. Алкоголь. Также значительно снижает самоконтроль, поэтому следует отказаться от его употребления. Старайтесь так планировать ваш рацион питания, чтобы его основную часть составляли различные углеводы, фрукты, орехи, зерновые, овощи, бобовые, поскольку они способны оказывать успокаивающий эффект на нервную систему. Четвертый пункт. Если во время еды вы испытываете жажду, ешьте фрукты или сочные овощи, и вы сможете решить эту проблему без ущерба для пищеварительной системы. Во избежание жажды целесообразно также выпивать 2-3 стакана воды за полчаса до приема пищи. Пятое. Употребление кофеинсодержащих напитков очень часто сопровождается с сахарным пристрастием. Избегайте употребления сахара в любой форме в течение 5 дней. Проверяйте по этикеткам наличие в продуктах скрытого сахара. Шестое. Если вы ощущаете сонливость, в скобках у большинства наблюдается подобный симптом, примите контрастный душ и разотрите себя полотенцем. Кроме этого, можно сделать себе массаж. Седьмое. Один раз в день принимайте теплую ванну в течение 20 минут. Это поможет вам успокоить нервы. Восьмое. У лиц, употребляющих кофеинсодержащие напитки, в течение длительного периода времени вырабатывается своеобразная нейромышечная потребность или ритуал подержать в руках чашку с кофе. Поэтому следует все время иметь под собой стакан охлажденной воды или травяного чая. Для того, чтобы избежать обезвоживания организма, необходимо выпивать 8-10 стаканов воды ежедневно. Вода будет насыщать ткани мозга, мышц, суставов, внутренних органов и кожи, очищая их от токсинов, осевших там после употребления кофе. Девятое. Самые, пожалуй, болезненные последствия, возникающие в результате употребления кофеинсодержащих напитков, связаны с химическими изменениями в переднем мозге. При отсутствии кофеина вы можете испытывать головокружение, боли в спине, расстройство зрения и другие неприятные побочные эффекты. Не следует, однако, тревожиться и впадать в панику. Эти симптомы постепенно исчезнут в течение нескольких дней. Необходимо проявить настойчивость, чтобы преодолеть эту вредную привычку. Десятое. Наиболее распространенный симптом при отказе от кофеина – это головная боль. Чтобы бороться с этими и любыми другими симптомами в период отказа, держите в холодильнике стакан с кофе, чаем, кока-колой или другим напитком, содержащим кофеин, и выпивайте одну ложку. Подождите 30 минут, и если эти симптомы не исчезнут, выпейте еще одну чайную ложку. В случае необходимости можете повторить еще раз, но не следует принимать больше одной чайной ложки. Можно также попробовать упражнение на глубокое дыхание. Сделать глубокий вдох, наполнив все легкие воздухом, и сдержите дыхание на 20 секунд. Затем выдохните и не дышите еще 10 секунд. Повторите это упражнение несколько раз, при необходимости до 50 раз. Я считаю, что хорошим эффективным средством является употребление, как я говорил уже в том видео, о котором я упоминал в начале, при головных болях употреблять, когда идет этот абстинентный синдром отмены, растворимый аспирин у пса. Прекрасно снимает все эти головные боли и легко переносится. Но при этом в моем, например, случае было очень сильное головокружение, слабость. То есть я просто лежал несколько дней подряд, пока не пришел в себя. Итак, мы с вами посмотрели всю эту, разобрали всю эту книгу, которая рассказывает о кофеине. Я хотел бы вам показать еще список литературы, потому что зачитывать ее я не вижу смысла. Вот она, список литературы весь. Вот, поэтому, что я могу добавить от себя еще несколько слов по этой теме, что кофеин, безусловно, является наркотиком, который внедряется в наше питание повседневное, с самого нашего детства. Мы его принимаем как совершенно такой нейтральный напиток и даже необходимый для нас. Но по факту, значит, что здесь оказывается? Мы просто даже не можем жить в режиме непотребления этого кофеина. То есть у нас не было даже такой жизни, чтобы мы, подавляющее большинство людей, были лишены этого напитка. Соответственно, выводы сделать о том, насколько жизнь качественно меняется с употреблением или без употребления этого напитка, большинство людей выводы такие сделать просто не могут самостоятельно. Поэтому вот это издание, я не могу сказать, что для меня оно не является каким-то особо супер-мега авторитетным. И чтобы я там прямо сказал «ах», то есть для меня самым главным критерием является мой личный опыт. То, что я вижу, то, что я ощущаю лично на своей шкуре, это, в принципе, для меня является очень важным таким фактом. Поэтому эта книга для тех людей, которым важны вот эти советы ученых, я склонен думать, что эти ученые достоверно, в принципе, описали всю проблематику кофеина, поскольку это были годы, как вы видите, с 60-х по 90-е. И как-то хочется надеяться, что тогда все-таки были врачи не такие проплаченные, которые сейчас делают исследования, которые, наоборот, знаете, будут подтверждать, что это улучшает. То есть все эти проплаченные статьи о том, как хорошо действует алкоголь, о том, как хорошо действует кофе, что он там тонизирует что-то, укрепляет и так далее. Все это проплаченная рекламная кампания со стороны науки. Так вот здесь мы имеем дело, как я считаю, с добросовестными исследователями, с добросовестными учеными, которые прикоснулись к этой проблеме вот именно в том ключе, какой она является. То есть то, что кофеин является наркотиком, самым настоящим наркотиком, который разрушает различные системы нашего организма. Совершенно различные, где тонко там рвется. То есть если у вас слабость там, так сказать, желудком, на желудке это сказывается, у кого-то раковые заболевания предрасположены с этим, сердечные и так далее. То есть действует любой наркотик именно так. Он истощает ресурсы организма, давая временный эффект такого толчка, бодрости, энергии. Причем не за счет себя, поскольку он не является питательным, а за счет ресурсов вашего же организма. А затем вы расплачиваетесь этим последствиями. То есть вот тот самый спад, который наступает, вы выпили чашку кофе, вам стало хорошо, а потом сонливость возникает, слабость, потеря концентрации внимания, раздражительность. Это ваш организм переходит в статус понижения своего состояния. То есть в этот момент у вас наступает такой мини-абстинентный синдром, мини-похмелье. То есть организм ваш переживает вот это отравление. И важно, чтобы вы в этот момент поняли, поняли детально, что происходит с вами. Люди же, как они решают эту проблему? Они решают, что если им стало опять плохо, надо еще раз закинуться дозой. То есть это такое своего рода бичевание от своего организма. То есть вы постоянно даете своему телу дополнительный стресс, дополнительную нагрузку. И что еще могу от себя добавить, это то, что употребление кофеина создает вообще общий тон глобальной истерии. Потому что человек, который не употребляет кофеин, он обладает повышенной спокойностью, повышенной адекватностью, повышенной устойчивостью ко всем этим, я бы даже сказал, несоизмеримым качественным таким уровнем, по сравнению с теми адептами вот этого напитка, которые покупают эти стаканчики, и как такие хомячки с утра с этими пластиковыми или бумажными стаканчиками идут в метро, везде сосут вот этот вот говно, которое им навялила реклама, навялило общество, и они даже не задумываются. То есть они, может быть, и хотели бы даже избавиться от этого, но не знают никакой альтернативы. То есть не знают о том, что на Руси никогда этого напитка не было, что был всегда там иван, чай, мята была. То есть такие чисто русские напитки, которые никак не сказывались, не отражали такого пагубного действия на организм. Вместо сахара на Руси всегда был мед, его употребляли, и то, что вот эти вот статьи проплаченные, говорят о том, что там при нагреве мед опасен, если его там добавить в горячую воду. Все это чушь полная, что он обладает каким-то там канцерогенным свойством, это полный бред, потому что всегда на Руси готовили сбитень, это горячий медовый напиток, медовухи варили. Мед употреблялся в выпечке везде, и люди жили долго и счастливо, и имели большие семьи, и все было прекрасно. Сейчас же вам внушают обратное. Жрите вот эти помои, питайтесь наркотиками, работайте как хомяки на работе заведенные, и понимаете, людей совершенно не удивляет статистика мировая сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, конечно, тут стоит отметить, что не только кофеин забивает, так сказать, крышку гроба в этой статистике, то есть это алкоголь, никотин, они все вместе, то есть в совокупности, если человек ведет такой образ жизни, он себя загоняет в могилу, самым прямым путем. Но я про эти, про алкоголь и никотин не говорю, потому что это очевидные вещи, а вот кофеин – вещь совершенно для многих неочевидная. Употребление, как вы понимаете, из этого всего, что мы с вами читали, употребление всяких там молочных чаев, улунов, каких-то там китайских зеленых чаев – все это полная та же самая хрень, потому что это та же самая трава, тот же самый чай, тот же самый алкалоид, содержащий, значит, алкалоид кофеин, то есть содержащийся вот в этих, вот в этой травке. Природа сделала эту траву, и эта трава, она обладает вот такими свойствами, алкалоид – это яд, чтобы жучок не мог ее погрызть, какой-нибудь червячок. Это защита этой травы, и, как знаете, у розы есть шипы, чтобы ее колючки не сожрали. Вот, у этой травы – это алкалоид, яд, она ядовитая трава. И человеку она не нужна совершенно для того, чтобы взбодриться. Кому будет лень послушать эту лекцию, просто скажу, что качество вашей жизни, когда вы перестаете пить кофеиновое вот это дерьмо, оно просто меняется в разы. То есть ваша бодрость, вот этой сонливости утренней, ее никогда больше не будет. Потребности выпить чашечку кофе, открыть глаза ее не будет. Во сколько бы вы не легли, в 3 часа ночи, встав в 7, поспав всего 4 часа, вы будете как огурчик. Прекратятся ваши простудные заболевания. То есть организм ваш усилится, понимаете? То есть те гири, которые вы навешали за эти годы и ходили с этими гирями, вы их бросите. И поэтому сопротивляемость вашего организма повысится, если, конечно, вы не будете делать какой-то там уколы, там прививки дополнительные. Ваш организм будет справляться сам с проблемами и решать их куда эффективнее. Вокруг вас будут все болеть, чихать, а вам будет пофиг. Вы будете чувствовать себя прекрасно. Я не говорю уже про сердечные боли, если у кого-то есть. Головные боли. Это просто будет забыто навсегда. Поэтому вот один из рецептов здоровья, который я даю совершенно бесплатно своим слушателям. И ровно как все то, что я делаю для вас, на сайте dizlife.me, я всегда говорю именно о том, что наиболее продуктивно, наиболее эффективно, этот совет, он стоит миллионов, понимаете. Он сохранит ваши жизни, он сохранит жизни ваших близких. Это настолько на поверхности лежащая информация, но никто ее не понимает. И это изменит качество вашей жизни физическое. Это продлит ваши годы, понимаете. Эта лекция, которую вы послушали, она убережет вас от ранней смерти, от пополнения этой статистики безумных смертей, которые мы наблюдаем. И вы понимаете, почему нет информации об этом теперь в средствах массовой информации, почему об этом все молчат, почему об этом не принято говорить. А если будет принято говорить, то я предвижу, что эту информацию будут искажать. Какому-нибудь там рент и виз мешают правду сложию, чтобы преподать какую-нибудь там такую, знаете, мешанину. Но факт остается фактом, что наши предки жили без этого дерьма. Почему с этим дерьмом живете вы? Задайте себе этот простой вопрос. И вы поймете, что вы были невольны выбрать, пить это дерьмо или не пить. Что когда вы приходили в школу, вам наливали сладкий чай, сладкое какао, и вы это пили. Попробуйте ребенку налить не сладкий чай и не сладкое какао. И заставьте его пить. Посмотрите, что произойдет. Ни один ребенок пить это дерьмо не будет. Для того, чтобы дерьмо вам затолкать в рот, его надо было искусственно замаскировать. Сахар это такое вещество, которым можно замаскировать любое дерьмо. И человек его будет пить. Понимаете? И в детстве вас лишили права выбора. Вас подсадили на наркотик. И вы сидите на этом наркотике по сей день. И поэтому, если вы здравомыслящий человек, который, допустим, даже может не доверяет вот этим исследованиям, в чем-то не согласен с ними, у вас есть возможность честно подойти к этому вопросу и испытать это на своей шкуре. Я рекомендую сделать так. Провести чистый эксперимент. Отказаться полностью от употребления кофеин, содержащих напитков, в течение двух месяцев минимум, чтобы увидеть результат. Но надо подойти к этому совершенно строго. То есть кофеин содержится, как вы понимаете, не просто в кофе. Во всех видах чаев, черный и зеленый я имею в виду, за исключением Иван-чая, о котором я говорил, мята, липа, вот такие вот вещи, смородина, такие безобидные травы, которые на Руси всегда пили. То есть не все травы безобидные, но те, которые надо выбирать. Например, шалфей, он является очень тоже наркотическим вредным. Его пить нельзя. Хотя в Турции его, например, пьют наряду с этим чаем. Так вот, сделать себе такой тест на два месяца и следить за тем, чтобы не пить ни чая, ни кофе, ни кофеин, содержащий напитки газированные. Они содержатся в коле, пепси, во многих этих, там какой-то есть бёрнс или как он там называется, я не знаю, такой жёлтый напиток. В общем, их дофига. Кофеина, вы не удивитесь, в каждую банку пихают кофеин практически. Известных напитков. Также таблетки. Врачи рекомендуют, вот так же в конце, как этой книге, они рекомендуют, когда у вас головная боль. Я и сам это делал, наберите стакан чая крепкого и выпейте залпом сладкий чай. То есть, понимаете, когда у наркомана начинается ломка, врачи рекомендуют просто вкатить себе мощную дозу наркотика и станет легче. Понимаете, вот как работает медицина, вы поймёте после этого, как работает медицина, насколько она находится в жопе. Медики убивают людей, вы знаете, что при некоторых сердечных заболеваниях они вкалывают кофеин. И многие люди, которые с сердечными проблемами забирают их скорую помощь и приезжают, привозят их в больницы и получив вот эти дозы кофеина, люди умирают просто. Кофеин продолжают использовать. Медицина настолько безбашенная, вы настолько ей доверяете, что вы даже понять не можете, что это такое. Ещё недавно медицина устраивала лоботомию. Это была законная мера воздействия на психически больных людей. Понимаете? Раскрошить череп и ножницами вырезать там доли. Это была официальная медицина. А в 50-е годы в США назначали врачи никотин. Понимаете? А сейчас на каждой пачке они пишут о том, что такое на самом деле никотин. Но уже это остановить не может наркоманов. Они всё равно приходят и покупают. Их это не убеждает. Медицина она не созидательная, современная, мягко говоря. И она использует в своих как свои инструменты всё, что угодно. Понимаете? И в том числе кофеин. Поэтому кофеин, который содержится в таблетках, которые врачи рекомендуют употреблять, например, аскофен. Цитрамон был раньше такой препарат. Там содержится кофеин и аспирин. Все эти препараты безусловно помогают от головной боли. Я и сам их принимал постоянно. Но это не решает проблему. Это просто продажа официальной дозы в медицинских учреждениях. При абсцинентном синдроме, то есть когда у вас начинают отказывать ваши системы, сердце перестаёт работать, кровяное давление у вас там скачет или ещё что-то. они вам гасят вот это дерьмо. Ну не при всех, конечно, заболеваниях, но при некоторых. И как бы выравнивают ситуацию. Поэтому пользы от кофеина нет совершенно никакой вообще. Её быть просто не может, потому что это яд. Может быть, в редких случаях, в редких каких-то, при каких-то заболеваниях выпить раз в жизни рюмочку чая может быть это и полезно. Как, собственно, это было и раньше. В Индии, например, до того, как колонизаторы туда приехали, английские, чай никто не пил. Индийский чай, вот эта вся хрень была завезена колонизаторами. В Индии чай воспринимался как наркотик. То есть, чтобы человека там обезболить или как-то ввести в какое-то состояние, я не знаю, ему давался густой вот этот вот чай крепкий, человек выпивал и, соответственно, было какой-то такой наркотический эффект, то есть, пониженное чувствительное что-то в этом роде. То есть, индусы сами не пили этот напиток. Знали его действия. А когда приехали колонизаторы, то есть, вы почитайте историю возникновения чая вообще. Когда колонизаторы приехали, они этот чай экспортировали, потому что это был напиток редкий, это считалось каким-то эксклюзивным таким новшеством. Вот как сейчас там марихуану легализуют, то есть, это считается какой-то типа новинкой. Вот и тогда это было новинкой. И его, когда везли в Англию, то многие люди подсели в барах, сидели, пили вот этот чай и кофе. И даже существует Биль, женщин, это исторический документ какого-то там 1600 года, кто желает, может его найти, где англичанки выступили с протестом фактически к британской монархии и указали на то, что их мужчины, как только появилось это дерьмо в их регионе, они стали физически, ну, в сексуальном плане слабые, они стали постоянно сидеть в этом баре, пить, сидеть вот это дерьмо. То есть, они подсели, понимаете? То есть, их работоспособность и физическая, и сексуальная изменилась, и женщины, это многие заметили, они выступили с требованием прекратить это, продажу этого дерьма. Вот, это был такой единственный манифест разумного, того еще старого общества, которое восстало против вот этого насаждаемого наркотика. Но потом, к сожалению, это было возведено в культ политики разрушению нации. И сейчас мы имеем то, что имеем. Массированная реклама на всех каналах. Вы с детства это все видели. Это листики, эти зерна кофе разлетающиеся. Можно показать все, что угодно. Листья марихуаны также нарисовать, красиво баночки упаковать, и все это будет продаваться. Понимаете? Никакого лечебного свойства этого дерьма нету вообще. Организм человека является самодостаточным. Ему не нужны дополнительные костыли. Ему не нужны какие-то там стимуляторы. Вы прекрасно можете просыпаться. Вы прекрасно можете быть бодрым физически. Вам не нужно впадать в какое-то полуумное состояние, чтобы что-то понять в этом мире. Вам достаточно жить трезво, и вы будете все прекрасно понимать. Вам будут открываться такие грани этой жизни, которые вы даже не видели. Прекратите пить, употреблять наркотики все эти, алкоголь, никотин, кофеин, и все. И вы увидите мир в таких красках, которых вы его раньше не видели. А вы говорите, что там, вот когда я говорю к тем, кто поборники, да, марихуана, они говорят, что там, это же развивает мозг. Это не развивает ваш мозг. Это его деградирует. Потому что только мозг в котором исключено воздействие каких-либо веществ посторонних является самым трезвым, самым здравым и самым логичным. Все остальное, что действует в сторону смещения сознания, является искажением вашего мозга. Вот так. Всем вам желаю здоровья и всех благ. Продолжение следует...